Слава Господу! У вас пастор имеет такое откровение. Это то, что делает искупление. Искупление поднимает ценность, открывает ценность человека и открывает ценность женщины. Потому что на протяжении веков, со времени грехопадения, дьявол сделал все для того, чтобы женщина стала униженной, подчиненным во многих культурах. Она не считается на том же уровне, не причисляется к тому же уровню, что человек. Я помню, когда у нас была конференция в Армении, и Ладонна Осборн я переводила. Нет, я не переводила ее, потому что там была переводчица, девушка-переводчица армянка, она сразу переводила с английского на армянский. И ни разу она не смогла по наставлению пастора, пастор поработал с ней и предупредил, там епископы были, пасторы, ни разу она не смогла произнести слово епископ, говоря женщине, или пастор, говоря женщине. Потому что, к моему великому удивлению, в этой стране, насколько я знаю, есть одна только сейчас женщина-пастор, но она, совершенно верно, она получила свое образование где-то в Латвии, я не помню, библейское, и она приехала, раскрыла свое призвание на Украине, и она приехала, раскрыв свое призвание как служитель-пастор, и она начала церковь там, но не имея никакой поддержки, как женщина-служитель, она поняла, что лучше в ей стать под власть мужчины, духовного мужчины, для того, чтобы она могла продолжать исполнять свое призвание. Но я хочу сказать вам одно, что семена искупления посеяны в Армении, потому что ни одно семя никогда не бывает тщетным. И я хочу сказать, что несмотря на то, что не могли произнести, все знают русский язык, тем не менее, но несмотря на то, что не смогли произнести слово епископ Ладонна или пастор Наталья, когда Ладонна в первый день учила о первой картины искупления, и когда она говорила о том, что Бог сказал им, плодитесь, размножайтесь, дал им власть над рыбами морскими, над землей, дал им влияние и господство на земле, они начали плакать. Женщины в зале рыдали. И когда после служения я подходила и спрашивала, почему, все они отдавали мне один и тот же ответ. они не знали, несмотря на то, что у всех есть Библия, они никогда не знали, что женщина точно так же, как и мужчина, создана по его образу и подобию. Их понимание было, что во второй главе, где написано, «Бытие я», где написано, что Бог сотворил помощника, соответствующего ему, вот это ее образ и подобие, быть просто обслуживающим, обслуживающим персоналом. Они не знали, что они были созданы тоже по образу Бога. И это было величайно, это был взрыв. Первая сессия, которая была в Армении, это был уже взрыв, потому что они получили самое важное откровение в жизни, что они тоже изначально были созданы по образу Бога, по его подобию. И они носители его природы, его сути. И он вдохнул жизнь. Пастор сегодня сказал, Бог посмотрел на мужчину, это единственный раз. Ну, я шутя всегда, когда говорю об искуплении, я шутя говорю, когда Бог, Бог не делает брака, да, Он совершенен, Он вся мудрость. И когда Он творил прогрессивно, готовил место для человечества, для человека, для друга, для равного, с кем Он хотел иметь общение, искупление. Каждый раз, когда размышляем мы, да, об этом, вот сколько мы размышляем над искуплением, столько оно продолжает раскрываться. Раскрывается глубина. И не хватает человеческого, ограниченного, физического способностей, чтобы осознать, это возможно только духом своим увидеть, пережить все величие любви Божьей к человеку. Что Он, прежде чем создать, задумав великий план, создать человека, создать друга себе, создать человека, вдохнуть в него себя, часть себя передать. Но прежде чем это сделать, Он приготовил место. И во всем мы видим эти принципы, это принципы Божьи, да, прежде чем Он посылает нас куда-то, Он обязательно готовит. Правда? Он, Он путь в пустыне, Он дверь, Он путь там, где Его нету. И когда Он готовил все прогрессивно, Он создал Вселенную, Вселенную, создал небеса, звезды, все это для Земли, Землю для человека, человека для себя, Земля была прекрасна. И на каждом этапе Он любовался, оценивал свое творение и говорил весьма хорошо. Он делал оценку. Он был доволен тем, что Он создал. И Он единственный раз, только взглянув на творение, сказал, нехорошо. Когда, создав мужчину, Он посмотрел, нет, нехорошо. Я, это шутка, нехорошо. И Он тогда, как говорит Гилберт Белизикян в своей книге «Община 101» или «Женщины», вот вторая книга его, «Роль женщины», он говорит, «Женщина вдвойне рафинированная существу», потому что мужчину он сделал из грязи, но женщина, не из грязи, женщина уже была от очищенного материала сделана, она рафинированный продукт. Но когда Он создал мужчину и женщину, оба они имели один и тот же источник. Они носители были образа, носители образа Бога, им сказал, и оба были соединены к одному и тому же источнику. Вы понимаете, да, что произошло при грехопадении? Разорвалась связь с Богом, и они, если они раньше зависели, будучи духовными существами, созданными по образу Бога, который есть Дух, они зависели от Него, от духовного источника, от Бога, от жизни, от любви, которая есть Бог, то после грехопадения, когда между Богом и человеком произошла пропасть, они ушли в другую зависимость. Вторичная природа их. Какая была природа? От земли. Мужчина от земли. Женщина откуда была сделана, из чего? Вы понимаете, да, зависимость? От вторичной природы. И поэтому Бог сказал, теперь вы будете зависеть уже от естественной, составной своей. От земли, потя лица, от него, потому что это был тот, это то, откуда они были естественно взяты, сделаны. Но я еще люблю, когда говорю о искуплении, о сотворении, когда приходит, описываю вторую картину грехопадения. Помните, когда они согрешили, они спрятались, пришел страх, стыд, разделение, и Бог пришел искать Адама и Еву. Он знал все, но он пришел искать. Это говорит о характере Бога, какой он. Он все знает. Но он проходит процесс. Он, Бог считает, Бог считает, что процесс очень важен. Правда? Процесс очень важен. Я, когда, годы назад была, у меня был период, когда Господь открывал мне возможности быть в Африке, в нескольких странах, через Осборна. Для меня это большим открытием было, потому что там уклад жизни совершенно другой. Там акценты в жизни совершенно другие. И мы должны были быть на конференции, и там утром была конференция, а вечером были евангелизации. В команде, в которой я была, Ладонна была, и кроме меня были все женщины из Америки. Вы понимаете, что мы живем в цивилизованном мире, где все, отсчитывается минутами, секундами, где каждая минута дорога, где время, деньги, где все должно быть спланировано, где, когда наши планы нарушаются, это катастрофически, катастрофа для нас. И вдруг мы оказываемся в Кении, где абсолютно другой уклад жизни. У большинства людей вообще не носят часы, где события важнее, чем время, чем планы. И когда нам говорят, что мы здесь в 9 часов уезжаем на стадион, это значит, на самом деле, в 11 или в 12. Но мы все в 9 часов готовы. И вот мы с 9 до... А они все довольны. Кенийцы, они всегда улыбаются, они не нервничают, они не переживают. Почему водитель еще не поехал, остановился у своей тети по пути и решил соседа, вспомнил о соседе больном, решил, прежде чем приехать гостей забрать, завести его еще на стадион. Абсолютно нету никакой нервозности. Событие важнее, важнее, чем времена и сроки. И к 11-12 часам нас забирали. Невероятно это было давление для американских женщин. В смятении я находилась долгое время. Знаете, и критика приходит. И думаю, что за... Когда же они цивилизованно думать-то начнут, мыслить начнут. Но на самом деле Бог преподал урок очень важный. Однажды вечером мы должны были идти на евангелизацию, Ладуна должна была проводить евангелизацию. Люди из разных сел, вот этих, я не знаю, как их назвать, не аулы, а села вот там в джунглях пешком, на автобусах их привозили. И вы понимаете, картина удивительная. Они не сидят на местах, это огромный стадион, но они не сидят на местах, они не зрители. Они сидят на траве. Дети привязаны вот этими платками к спине. И прославление, вот играет прославление, до упада. Они прославляют бесконечно. И они наслаждаются каждой минутой. И вы знаете, они могут повторять одну и ту же фразу о том, что Иисус Господь. Вот они могут петь одну песню час-полтора и петь одну и ту же фразу. И вы знаете, где-нибудь на 45-й минуте начинаешь получать откровение, что Он Господь. Действительно, и входишь, и входишь в прославление. Не думаешь, что прославление должно закончиться через 45 минут, и надо уже выходить, и ты уже даешь знаки. Этого нету. И там начинает идти движение Духа Святого, и начинают чудеса на втором часу уже происходить этой фразы. И вот мы сидим на банкете в 7 часов начала евангелизации, уже 8 часов 15 минут, никто никуда не спешит. А как же евангелизация? А идет прославление, говорит епископ. Ихний, кенийский. Ладонна сорвала голос, и она говорит, ну что, подходит ко мне и говорит, ну что, Наташ, это было в 98-м или 99-м году, когда я только-только услышала искупление. Слава Богу, я уже услышала его. Иначе бы позор был бы, конечный. Я услышала Евангелие, когда ездили мы с ними по всем городам, в Новосибирске, везде с озборными. И она говорит, ну что, машина уже приехала, у нас банкет продолжается. На стадионе есть люди, езжай, будешь проповедовать. Вы можете представить, да, шок. Какой великий Бог. Как хорошо, что Он заранее не предупреждает нас. Что происходит. Вот это только Бог. Если бы я заранее знала, я бы сразу отказалась. Потому что я бы подумала, я вспомнила бы сразу все фотографии в книгах озборнов с массами людей. Чудеса, которые происходили у них и задокументированные. И я бы, конечно же, никогда бы не поехала, не пошла бы туда. Но все произошло молниеносно. И когда мы приезжаем туда, у меня был переводчик, он был сам евангелист, он переводил на Суахили. И я увидела огромное количество моря людей. И прославляли, танцы до упада, прославление. И вы знаете, что самое интересное? Те, кто уже верующие, дети привязаны, они танцуют, вот они удивительно, у них ритм прямо в каждой клеточке их тела. Я никак не могла попасть в ритм, хлопая. Это правда. Я представляю, что на небесах будет. Такое потрясающее прославление. Слава Богу, будет на небесах. Потому что мы всегда в такт хлопаем. Но африканцы, они умудряются как-то между тактами попадать. Это невероятно. И я, когда увидела это море людей, и эти христиане стоят, и танцуют, и кричат, а дети трясутся и спят. Спят! сзади привязаны. И, значит, я вышла, и я сразу вспомнила лихорадочно. Так, что, что говорил он, чему учил он нас, Осборн, когда на этих... Так, он говорил, что надо рассказать, что сделал Иисус, рассказать Евангелие, четыре факта искупления, а потом рассказать историю из Евангелия об исцелении, как Иисус исцелял, и потом сказать, что то, что Иисус сделал тогда для этой женщины или для этого мужчины, он хочет сделать сейчас для вас. И молиться за исцеление, за больных. Дать призыв покаяния, дать призыв покаяния. Я проповедовала, я рассказала историю, я уж не помню, в Артемии слепой. И у меня все по плану шло. У нас все по плану идет. Вот почему я верю, то, что я вчера говорила вам, вот почему я верю. Важно нам расти в понимании искупления и в том, что делает Иисус для нас, потому что, когда мы размышляем, когда мы смотрим на Него, когда мы размышляем над той победой, которую Христос совершил для нас, мы освобождаемся. Нам не надо отдельно выделять время в своей жизни, чтобы стоять в вере, в исцелении, стоять отдельно в вере, в спасение, в освобождение, размышляя над победой Христа. мы освобождаем, мы освобождаем, мы освобождаемся, мы не замечаем, когда исцеление произошло в нашем теле, мы потом спохватываемся и понимаем, где нету, опухоль исчезла, нету, не болит. Вы понимаете, да, что происходит, когда это другой уровень? Конечно, мы можем делать шаги, мы можем извне людей готовить, но как здорово, когда мы внутри раскрываем ту победу, ту свободу, которую мы уже имеем во Христе. Вот в чем надо расти. Болезнь не может находиться тогда, дьявол не может находиться тогда, он не может атаковать, приходить к нам. И когда я делала все по плану и думала, сейчас я, значит, заканчиваю уже пример с Иисусом. И следующее будет, я скажу, что Иисус может делать для вас, я вижу, как бежит, ползет в белом платье женщина на коленях, ползет через людей. А, Вартимей! Нет, я привела два примера, Закхей. И когда я говорила, Иисус остановился и сказал, я хотела дать призыв к покаянию, Закхей, сойди, мне надо быть у тебя дома. И я повторяю второй раз, Закхей, сойди с дерева, мне надо быть у тебя дома. И вдруг она сходит с того, она сидела на первом, на первых рядах. Здесь люди были, и она вдруг, я вижу в белом платье, она сходит и начинает на коленях ползти вперед. Потом я смотрю, еще люди сквозь толпу пробегают. и я понимаю, что Бог делает в этих людях то, чему я хотела их учить и в чем я хотела их вести. Вы понимаете, да, что мы руководим всем, мы руководим покаянием, мы руководим исцелением. и вдруг я вижу, что Дух Святой делает сам все то, что мы привыкли делать и планировать на служении. Это здорово, это хорошо, мы помогаем людям, но как прекрасно видеть работу Духа Святого, когда мы проповедуем Христа, когда мы превозносим Его. И я растерялась в этот момент, когда они прибежали и вокруг этой сцены там была сооружена такая дощатая сцена и вдруг вся, вот как волна, вся толпа, крик. Я начала посмотреть на людей, я вижу, кто-то бьется в конвульсиях, кого-то рвет. Я обалдела, я еще ничего не успела, я так сказать, не перешла еще к второму пункту, когда они должны это делать, начать это делать. Вы понимаете, да? Я говорю переводчику, скажи им, чтобы они успокоились. Я сейчас буду вести их положено в начале покаяния, потом исцеления. Понимаете, да? Он говорит, подождите, надо минут 10, спокойный народ такой, надо минут 10-15 подождать, это духи выходят. Вы представляете, Евангелие есть сила Божья ко спасению. Мы ждем, я в растерянности полной, я вспоминаю слова Осборна. Он говорил всегда, на моих собраниях, на одной из конференций у нас, когда в огромной церкви у нас была конференция, и он попросили постара, чтобы он делал лидерские конференции. Привели больных вечером, чтобы молился за исцеление. И группа порядка, где-то ребенок закричал, он проповедовал, где-то ребенок маленький, больного ребеночка принесли, и группа порядка быстро подбегает, и женщину выводит с ребенком. И он вдруг останавливает Осборна, говорит, подождите, вы думаете, мне мешает, мне не мешает, а вы думаете, наверное, что Духа Святого можно угасить, потому что иногда мы видим, я по крайней мере видела служение из таких евангелистов масштабных, особо, через которых особо действует Дух Святой, которые, вот я сама присутствовала на служении, и чудеса происходили, вы не поймите меня правильно, но у меня всегда был знак вопроса. Когда происходили эти сверхъестественные чудеса, я понимала, что мне не дано пережить такого в моей жизни, потому что только он знает. То время, когда Дух Святой начинает действовать, и он говорил, так, сейчас Дух Святой будет исцелять, сейчас, первые 20 человек, которые сейчас прибегут сюда, вперед, вы получаете исцеление, и происходили исцеления. Но я всегда задавала вопрос, уходя с таких служений, я понимала, что мне не дано, я не различаю, время точное, когда Дух Святой начинает, я не знаю, различаю количество, человечество, но я вспоминаю историю, которая описана в Евангелии от Луки, Иоанна, когда Иисус пришел в купальню Вефезда, и там была очень подобная ситуация, когда ангел сходил и колебал воду, и первый, кто должен был войти, бежать, и бедный, парализованный, говорил, сколько уже здесь лежу, сколько там лежал, уже лет 30, 30 лет пролежать, 38 лет пролежать и так и не успеть, ставится, приходить на конференции подобные и так не успевать в первую двадцатку, потому что толпа огромная, очереди занимают, чтобы на первых рядах быть, рано, Иисус подошел к нему и предложил что-то лучшее, правда, Он сказал, к нему именно подошел, потому что он понял, ему никогда не успеть, никогда не успеть нам. Так вот я хочу вам сказать одну вещь, создается ложное впечатление о том, что Дух Святой действует, а какова же тогда воля Бога? Есть ли его воля Божия на исцеление всех? Иисус исцелил их всех, Иисус пошел в ад за нас, на нем были наши немощи и болезни за все человечество. И когда он победил в аду, воскрес там и победил грех и смерть и болезни, родился свыше там для нас, а не для себя, и вышел новым для нас, чтобы мы были новые, свободные от греха, от болезни, то нет места избранности. отдельные, отдельные. Я не верю. Осборн всегда разрушал вот это понимание людей, что он целитель, особый какой-то дар. Он говорит, у меня никакого особого дара нет, я просто знаю правильную весть, у меня нет большой веры, я знаю великую весть, у меня нет великой веры, он говорит. Он, конечно, шокировал. Конечно, он евангелист. С евангелистским даром, призванием идут определенные дары, но тем не менее ты начинаешь понимать, что Бог такой же великий в тебе, что весть евангелия, она имеет силу освобождать и исцелять. Она сила ко спасению, что сила не заключается в какой-то особенной личности. Иисус – самая особенная личность. Если она живет в тебе, и он господин в нашей жизни, то он хочет исцелять, он хочет освобождать. И наша задача – помочь людям понять, что исцеление доступно всем, а не первые двадцатки, которые успеют добежать. Что там, вот сегодня, когда шло прославление, Дух Святой Действия, сегодня исцеление было. Сегодня Бог, вот Бог сегодня касался как-то особо сверхъестественно ходил и показывал свою милость, свою любовь. Ну, и я, возвращаясь, а, я две, видите, я в двух направлениях уже иду. Рассказываю вам две истории. И Осборн сказал однажды, говорит, что вы, вы не выводите этого ребенка, он мне не мешает. Вы думаете, он Духа Святого? Он спугнет, крик его, потому что иногда слышишь, тихо, ведите себя тихо, сейчас присутствие Божье, Дух Святой здесь. Не шумите, пожалуйста. Как будто Дух Святой, один проповедник рассказывал, у меня создается впечатление, что Дух Святой приходит в церковь в воскресенье, становится у дверей и смотрит, и говорит Отцу, вот сейчас посмотрим, что будет. Сейчас они меня, посмотришь, как они сейчас будут. О, видишь, начали бегать, кричат, не уважают. Он нервный такой. Его легко, легко можно раздражать, обидеть. Он легко обидится, если мы вдруг, Осборн говорит, что вы, у меня все евангелизации проходят на открытых полях, коровы мычат, петухи поют, одержимые орут. Однажды они проповедовали Евангелие, и все проповедь сумасшедшим образом лаяла собака. Вы помните эту историю? Это была сумасшедшая девушка, которую в Уганде солдаты, наемники, насиловали до тех пор, пока она не сошла с ума, и она не превратилась в собаку. Она не могла говорить от ненависти. Ее посадили на цепь, и ее потом знакомые уже привезли на цепи, и она лаяла всю эту проповедь, и она в середине проповеди была совершенным образом освобождена, она была спасена, и она была совершенно преображена. Она стояла на сцене, у нее были всклоченные грязные волосы, она была вся физически, вот ее платье, ну а у нее было прекрасное лицо, ей текли слезы, и она была совершенно свободным человеком. Среди этого шума, среди, каким образом, способна ли она была вообще слышать Евангелие, чтобы услышать его, поверить, принять. Вот происходят чудеса, когда проповедуется истина его, когда мы позволяем Духу Святому влечь людей к себе, когда мы превозносим его, он привлекает их. Не мы им говорим, а теперь сюда пройдите, а теперь следующий шаг, подождите, не вставайте еще, сейчас я еще не сделал призыв к покаянию, пусть встают, пусть идут тогда, когда Дух Святой им говорит, поэтому на их евангелизациях одновременно во время проповеди могут костыли в воздух, кресла, коляски инвалидные, еще когда задолго до молитвы. Позвольте Духу Святому, Богу, совершать свою работу в вас, тогда, когда Он желает этого, потому что мы уже, как дети Его, освобождены, мы уже совершенно новое творение, нам нужно это увидеть, расти в этом, и когда Дух Святой открывает в нас нашу новизну, нашу новую природу, это проявляется через то, что мы вдруг видим, я исцелен, ведь люди соскакивают со своих мест во время проповеди и начинают кричать, уже невозможно, молчать об этом. А мы говорим, сидите, тихо, 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 еще не время, в конце будет время. И дьявол говорит, аминь. Сиди, молчи. Встал в постели, и тут же фарисеи сказали, ты что, в субботу встал? Ну иди обратно ложись. Это суббота. А что я до Озборна говорила? После 45-ти у меня начались такие моменты. А, вот, про Африку рассказывал. Я когда на 10-15 минут проходит, они бьются в конвульсиях, я сразу вспомнила слова Озборна, он говорил, что у нас нет времени, когда перед тобой море людей, потому что кто-то говорит, религиозные люди иногда берут буквально, как формулу выводят. Понимаете, мы читаем Библию, и религия делает формулы из Библии, правила выводит и записывает их потом. И мы понимаем, что только так можно действовать. Бесов можно только так изгонять. Поститься нужно только таким образом. Креститься Духом Святым можно только таким образом. Вы сами, наверное, многие переживали в своей жизни, как мы... Помните, он рассказывал Озборн, как они в своей деноминации до того, когда они по... получили откровение о искуплении, о силе Евангелия, о живом Христе, который явил себя лично им, явил себя через человека, явил себя через Слово Божьего, явил себя потом через них сверхъестественным образом. Когда они были в деноминации молодыми служителями и делали карьеру там уже, он говорит, мы каждую пятницу молились, у нас была молитва за исцеление, мы пятидесятники, мы молились на языках, мы были крещены, мы долго молились на языках. Каждую пятницу у нас была молитва за исцеление. Я не помню, чтобы кто-то исцелялся, но мы молились за исцеление. Мы даже изгоняли бесов. Я не помню, чтобы они выходили, но мы изгоняя, но мы молились. И говорит, мы очень боялись их. Мы клали человека на пол, у них была традиция, одержимого якобы. Там многие неодержимые были, людям надо было узнать, кто они во Христе. Они клали на пол, он просто вел себя не так, как пятидесятники их не вели. Они клали и на пол, потом клали на живот его Библию, Слово Божие, Словом Божиим изгоняли. И, значит, по иерархии, пресвитеры стояли ближе, четверо пресвитеров, четыре угла. Дьяконы стояли ромбом, то есть между пресвитерами, чуть дальше. И он говорит, мы боялись этого беса, потому что нас учили, что если он вдруг выйдет, то есть они молились за изгнание, но сами боялись, не дай Бог выйдет. Потому что если выйдет, неизвестно в кого войдет. Вы понимаете, да? Вот почему важно говорить о том, что Христос сделал. И они стояли ромбом и говорит, у нас была у всех, почему? Почему-то традиция стоять так. Все дьяконы вот так стояли и молились. У нас оперные певцы так стояли. Торжественно, торжественно. И он говорит, мы кричали. Если изгонять бесов, то надо было громко, как будто он боялся крика. И первый шок, который он пережил, когда они были на служении одного из известных тогда служителей пробуждения, где чудеса происходили, удивительные. Он говорит, я видел, как он изгонял беса. Говорил духу глухому и немому. Приведла мама мальчика. И он говорил духу глухому и немому шепотом. Дух глухой и немой, выйди вон. И он говорит, я увидел, как открылись уши, и мальчик начал разговаривать. Я понял, что дело не в силе голоса, а во власти, которую мы осознаем, что мы имеем во Христе. Вот почему для нас важно понимать, размышлять и расти в искуплении, в том, кто мы во Христе, что он для нас сделал. Никогда это откровение искупления. Оно всегда будет удивлять нас новизной, новой глубиной, новым откровением. Бог прогрессивен. Слово его прогрессивно. Откровения его прогрессивны. Взаимоотношения, которые он установил, прогрессивны. Мы видим во всем прогрессию. А я вернусь сейчас к своей первой истории. Это третья была. Первая. Когда я шутя говорила о том, что когда он создал в Эдеме мужчину и женщину, и сказал, первый раз сказал, нет, нехорошо, и создал женщину. И тогда стало все хорошо. В честь праздника сегодня говорю вам. А потом, когда в грехопадении они согрешили и спрятались, и он пришел и искал их. Хотя знал, что все произошло, но он искал их. Бог всегда ищет. И они отказались признать, взять на себя ответственность. Он поворачивается к Адаму и говорит, не ты ли ел дерево? Он поворачивается к Богу и говорит, это она, потому что ты мне ее дал. То есть фактически дьявол, Бог, она. Она, Бог. Он становится и говорит, обвиняет ее и Бога. Бог обращается к Еве. И Ева, глядя на Адама, говорит, этот змей меня искусствует. Я шучу, меня соблазнил. Но я подумала, не смотрела ли она, наговорила эти слова. Нет, шучу. Но Бог велик. Мы видим историю взаимоотношений Бога с человечеством, даже после грехопадения, как Он использовал женщин. Вспомните Сара. Мы знаем из фильм, мы знаем Руфь, Фомарь. Как часто неправильно истолковывается ее образ. Вы знаете, что через Фомарь шла линия Христа, генеалогия Христа? Как часто религия представляет ее, как такую же женщину обман, манипуляция. А я вижу женщину, которая знала свое предназначение и не сдавалась, и отказалась быть бесплодной в своей жизни, потому что религия хочет, чтобы мы оставались бесплодными. Но Бог хочет, чтобы мы приносили плод. Через нее родился Ваос, который, по линии которого, потом Руфь выходит замуж за нее, идет линия Давида и в конце концов Иисуса. Пересмотрите всех женщин в Библии. Это удивительно. не смотря на традиции, на тьму духовную. Помните, я вчера говорила про Анну? Как меня восхищают примеры женщин. Я вижу, что Бог, не смотря на традиции, не смотря на проклятие, под которым оказались женщины, не смотря на тьму духовную, не смотря на традиции, развивали свои отношения с ним. Нет ничего важнее отношений с Богом, потому что с самого начала и мужчина, и женщина, созданные по образу и подобию Бога, были соединены с ним. Он источник был, и мужчина, и женщина. Оба имели способность познать его, познавать его, расти в познании его. Вот наша задача сегодня. Как нам ходить в полноте искупления? Как нам сделать искупление образом жизни, расти в познании его? Продолжать познавать, размышлять над тем, что он сделал для нас? Как он ценит нас? Как мы ценны в этот мир, где господствует дьявол, делает все, чтобы унизить человека, сломать его достоинства, чтобы человек думал о себе как о ничтожестве, что в большинстве случаев и происходит. Люди не думают о себе как о хороших людях. Это цель дьявола. Венец творения, человек, равный друг Богу. В Слове Божьем написано, что после того, когда Бог воскресил Христа из мертвых, когда Иисус родился свыше, пережил рождение свыше, в псалмах написано, ты сын мне, я ныне родил тебя. Каждый раз, когда человек рождается свыше, слыша Евангелие, он говорит, ты дочь моя, я ныне родил тебя. Ты сын мне, я ныне родил тебя. И дальше написано, Павел пишет, он привлек нас, избрал нас в общение с сыном своим. То есть, он не просто спас нас, он не просто заплатил цену и дал нам свою природу, он еще привлек нас общаться с его сыном, потому что мы стали его дочерьми и детьми, и сыновьями. Вы представляете приличную семью, приличных родителей, состоятельных, у которых приличный сын, воспитанный, интеллигентная семья, и вдруг они идут искать друзей, своему сыну в самый страшный район города, где живут самые, самые опасные люди, отбросы общества, искать, чтобы перевести в общение с сыном своим. И вот Бог пошел за нами, безбожниками, не искавшими его, в грехах утопающими. И он делает нас, приводит в общение со своим сыном, делая нас дочерьми и сыновьями, благодаря тому, что совершил Иисус на кресте. Я хочу прочитать вам Колоссянам. Третья глава Колоссянам. Удивительное откровение у Павла о том, что сделал Иисус для нас и кто мы во Христе. В каждом его послании. И так, если вы воскресли со Христом, мы всегда должны помнить, что он отождествил себя с нами, мы отождествили себя когда-то с Адамом, он согрешил, мы все грешные, дал рождение грешной расе, мы были в Адаме, как будто мы были в Эдемском саду, тогда и согрешили, как будто мы тогда отвернулись от Бога, как будто мы тогда усомнились в честности его, как будто мы тогда отвернулись от Бога, повернулись к дьяволу, отвернулись от жизни, повернулись к смерти, отвернулись от праведности, повернулись к греху, приняли природу смерти, греха, которая природа дьявола начала вдыхать свои желания, мысли свои в нас. Первая мысль, он только согрешил человек, первая мысль спрятаться от Бога, солгать ему. Уже природа дьявола начала вдыхать дышать через нас думать через нас действовать через нас природа бога точно также природа бога она влияет на то как мы думаем как мы говорим как мы поступаем как мы ведем себя павел говорит если вы со воскресли со христом ищите горнего ну давайте вспоминать помните то что мы распялись мы были распяты с ним в шестой главе римлянам шестой главе римлянам павел говорит ну что же сказать пишет христиан оставаться нам грехе чтобы умножилась благодать да никак у бог полон благодати о бог милости любовь покрывает послушайте павел говорит но у вас же другая природа помните что всегда что грешник грешный это не тот который делает это тот который является люди идут в ад не за то что они сделали люди идут ваты за то кем они являются из-за их природы если бы люди шли в ад только за то что они делают физической смерти наверное достаточно было но и нужна была духовная смерть иисуса потому что духовное состояние наше было греху она нуждалась в искуплении помните что мы были распяты со христом посмотрите как он говорит мы умерли для греха как же нам продолжать жить в нем представляете да я вам вчера вы видели вчера картину хватки дьявола нет он не держит нас грехом и болезнями больше мы не на коленях больше хватки нету мы одеты в белой одежде но на как но стоим на колене павел говорит слушайте вы белых одеждах вы имеете совершенно новую природу божественной как можно продолжать оставаться на коленях вести себя так как будто вы имеете старую природу неужели вы не знаете что если вы крестились во христа то вы в смерть его крестить то есть он призывает христиан время продолжать размышлять над тем что произошло на кресте когда он был распят что произошло в частей в течение трех дней и трех ночей мне нравится что он говорит о погребении здесь водное крещение да мы когда проводим водное крещение мы приводим пример именно цитируем эти места описания почему важно погребение помнить почему именно причастие и крещение это те символы которые хочет чтобы мы оставили у себя в жизни чтобы мы упражняли в своей жизни почему почему погребение важно почему крещение важно погребение потому что самое главное произошло во время погребения когда он был погребен и положен в могилу на три дня и три ночи то что произошло во время его погребения три дня и три ночи изменила ход истории что произошло за эти три дня и три ночи мы были с ним на кресте с 1 5 это как будто мы были там будто адам был там тот который согрешил 1 5 были он был нашим заместителем он взял на себя нашу природу то кем мы были состояние наше поэтому когда мы смотрим на крест всякий кто взглянул на шест и увидел не просто христа змея надо было увидеть который жалил змея надо было увидеть бог уже не видел христа он видел грех на кресте поэтому отче почему ты оставил меня пропасть пролегла пропасть произошло то что с нами было в эдемском вы понимаете да что мы видим на кресте мы смотрим на крест мы видим криса христа да но как в тот момент когда мы увидим грех там наш грех нашу болезнь нашу старую греховную природу происходят перемены в нашей жизни мы понимаем что мы уже не носители и и почему я должен думать как грешник болезнь была там почему я должен терпеть ее почему я должен поддаваться страху самое страшное пережил иисус почему я должен должна думать что мне одинок я одиночеству вот кто был одинок самое страшное а какие муки он переживал в гефсиманском саду зная с чем ему придется столкнуться и так я мы были со распяты со христом мы были погреблены со христом посмотрите и так мы погребли с ним крещением в смерть дабы как христос воскрес из мертвых слава и отца так и нам надо ходить в обновленной жизни ибо если вы верите что вы были там соединены отождествлены с ним подобием его смерти то тогда верьте и в следующий шаг не останавливайтесь там верьте что вы воскресли вы воскресли вы новое творение что вы соединены и подобием воскресения зная что ветхий человек грешная природа дьявольская природа которая воспроизведена была нас в адамском саду в третьей главе бытия мы стали чудо произошло в адамском саду в третьей главе бытия чудо также как происходит чудо с каждым кто слышит впервые евангелие видит свое грешное состояние понимает что потерян что без надежды и в этот момент дух святой показывает на ответ на христа и мы принимаем христа в свое сердце дух святой входит в нас и производит величайшее чудо из чудес это невозможно объяснить иисуса не пытался объяснить это никодиму он сказал что все что касается христианство это сверхъестественно наша жизнь христианская сверхъестественно слушайте можно жить от чуда к чуду но можно жить к на уровне сверхъестественной чудодейственной жизни что это значит слава богу что мы свидетельствуем об ответах бога на наши молитвы о том что он отвечает о том что он исцеляет но что такое ходить научиться ходить мы растем этом здоровье божественном так что когда дьявол приходит и дает симптомы удержаться они не могут знаете какая-то как сгусте вода и как капли стекают не может удержаться когда он дает страх пою страх он дает симптомы он лжат он хочет чтобы по вере он обманщик но они не могут удержаться на нашем теле они не могут удержаться нашей душе из-за того что мы понимаем кто мы новое творение как же нам продолжать жить так как будто мы можем болеть можем жить в страхе можем зависеть от привычек рабы привычка не можем избавиться от курения не можем однажды я была до меня пригласили на лидерская и значит там один из служителей которые почему-то ему разрешили он почему-то играл он прославление он хороший человек он очевидно призван но у него еще очень много борьбы внутренней и он никак не могу избавиться вот курю и все не могу избавиться он курит покурит зайдет прославит бога потом выйдет снова покурит и придет проповедь послушать я я понимаю что мы смотрим на дары но для нас свобода человека важнее чем дар понимаете если мы продвигаем человека и поднимаем его только из-за его таланта мы иногда делаем медвежью услугу здоровье человека важнее чем заставить его почувствовать себя нужным из-за таланта объяснять надо людям какие они ценны кто мы сегодня во христе как же он любит нас как же он высоко поставил человека заплатив такую цену страдав самом аду за нас как будто мы там были мы все должны были идти в ад поэтому мы можем мы спокойны мы знаем что мы не пойдем мы уже отстрадали иисус совершил и и когда он это искренне признался год ним не знаю не могу никак освободиться и другой лидер утешил его вдохновил сказал слушай да ты не переживай это же процесс да и потом знаешь что вот есть книга эти дам я уж не помню название есть книга эти дам там великие мужи и жены божьи которых бог невероятным образом использовал они все один выпивал другой там перед тем как выйти на на сцену и служить выпить рюмочку и это слабость и пойдет из бог чего чудеса сделал и он сидел правда почитать эту книгу хорошо я тебе принесу почитать и я подумала вот как вот что хочет дьявол он хочет чтобы мы ну в этой сфере ты получил но здесь ничего бог милости бог благой и таким образом дьявол имеет доступ в жизни христианина которые юридически с абсолютно свободен от проклятия абсолютно свободны от греха абсолютно свободны от болезни и дьявол сейчас хочет сделать все чтобы вы жизненно не пережили не пережили этой свободе жизненно жизненный аспект вот что важно вот когда мы говорим дьяволу полагаем его к ногам христа под свои ноги вот когда мы наступаем над змей и скорпионов и на всю вражью силу когда мы в жизни своей говорим подожди врачи сейчас сказали что самое страшное произошло да что нет надежды страх страх приходит и мы выбираем павел говорит ну что часть выбор оставаться думать как будто ты еще грехе грешную природу имеешь и тогда болезнь сделает свое дело она убьет тебя или ты сейчас вспомнишь что если ты была сораспята со христом там то ты была погреблена что произошло когда бы он был погребен три дня и три ночи что происходило какую цену я была погреблена со христом когда наш долг был оплачен написано зная что старая греховная природа была распята с ним чтобы упразднено было тело греховное не от тела избавляла нас чтобы природу греховную уничтожить потому что если бы не греховная природа никаких болезней бы никогда бы не пришли не наводнили человечество если бы не греховная природа смерти в нас вы понимаете да почему болезнь не имеет права не имеет власти потому что природа стержень другой в тебе ты другой человек ты новое творение павел говорит теперь все кто во христе они новое творение старое все прошло потому что он не знавшего греха сделал грехом чтобы мы теперь стали праведными поэтому можем ли мы сказать не дает больно у меня же есть симптомы это все что он может дать он лжец он проверяет он по-прежнему ходит поэтому весь мир не зная его болеет умирать ученые зафиксировали неизлечимые болезни ничего нельзя сделать самое страшное пугает все это действительно факты это факты но естественно высшие инстанции есть то что уже совершилось давным давно новое творение абсолютная власть над дьяволом его власть разбита его власть греха разбита власть болезни разбита у нас есть власть над болезнью над греху иисус продемонстрировал человека на земле он не демонстрировал бога хотя он был бог что процентов богу человек он ходил по земле он показывал характер отца но он напоминал нам каким был первый адам каким он должен был быть он показывал власть человека над природой надо обстоятельствами на дьяволом не над людьми власть над обстоятельствами на дьяволом над природой над болезнями над демонами Вот что вернул нам Иисус сегодня. Вот какие мы сегодня. Вот над чем мы имеем силу и власть. Не терпите никогда грех в своей жизни. Не терпите никогда привычки старые, которые держат правство и улежают достоинства человека, созданного по образу и подобию его. Не терпите болезни. Я не знаю, почему кто-то исцеляется мгновенно сразу. Я не знаю, почему Хатуне, этой сестре, нужно было этот процесс мучительный проходить. Я не знаю, почему кто-то устает, потому что болезнь изматывает, идет к Богу. Я знаю одно, что у дьявола нет власти над нашей жизнью. Иисус забрал ключи ада и смерти. За ним последнее слово, сколько нам жить на этой земле и когда нам уходить. Никто не решает. Ни врачи, ни обстоятельства, ни аппаратура медицинская, ни дьявол, ни ад. В аду одержанно. Бог решает, мы решаем, мы договариваемся с Ним. Никто не имеет власти. Мы не можем объяснить многие вещи. А если Бог нам не объясняет, может, и не столь важно. Не на этом зацикливаться надо. Зацикливаться надо на Христе. И на том, продолжать проповедовать идеал искупления. Если мы будем людям проповедовать, если мы будем служить им на уровне человеческом, знаете, как говорят, понять надо людей, по-человечески понять надо. Они не освободятся. Мы должны проповедовать идеал и показывать на Христа. чтобы они могли расправить плечи, чтобы они могли ходить с достоинством, встать с колен и осознать, что они дети Божьи, что они куплены дорогой ценой, что они были там вместе с Ним, со Христом. Он за нас. Три дня в аду, три ночи в аду. Посмотрите, что Он говорит дальше. Мы воскресли. Если вы верите, что вы умерли, что вы были погреблены, похоронены, очень важно погребение. Почему водное крещение важно? Мы заходим в воду, нам не надо три дня и три ночи находиться там. Правда? Чтобы осознать, что же произошло за эти три дня и три ночи. Это символ того, что погребение важно. Мы не просто были распяты, грехи были распяты. Погреблены – это значит там, на территории врага, в аду, где все силы тьмы удерживаются, держали, держали человека мертвой хваткой, человека с большой буквы. Произошла величайшая победа. Смотрите, что Он говорит. А если вы верите, что вы соединены были с Ним подобием смерти его, то тогда вы должны верить в то, что вы воскресли. Знаете, что ветхий человек ваш был распят, чтобы упразднить навсегда грешную природу вашу, природу смерти, чтобы никогда не быть рабами. Это и природе, и греху. Никогда не быть рабами. Что еще можно сказать? Рабами чему? Всему. Что унижает одно из определений греха? Это то, что унижает достоинство человека. Еще одно определение греха. Это то, что лишает Бога славы его. Правильно? Каждый раз, когда его дитя грешит, это не приносит славу Богу. Так же, как мы видим своих детей, когда они делают не те вещи, которые они должны делать. Это не прославляет нас. Это лишает Бога славы. Мы уже освобождены от рабства. Не только мы, господа, мы хозяева. Мы говорим дьяволу. Мы его. Мы ему говорим. Он на коленях. Ибо умерший освободился от греха. Умерший для греха освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, верим, что и живем с ним. Зная, что Христос, если уже воскрес из мертвых, уже не может умереть. Уже не может иметь грешной природы. Вы знаете, сколько еще есть? И существует сегодня учение о том, что у христианина две природы и постоянно идет борьба. Старого и нового. Старой и новой природы. Я даже не могу представить себе, как я даже переводила, я помню одного учителя, который много, в 90-е годы двери открылись, поток, интерес к России был невероятный. Наши две страны, Америка и Россия, были раньше идеологическими врагами. Интерес был огромный. Приехало очень много проповедников. Из них были прекрасные проповедники, из них были хорошие проповедники, из них были люди, которые не имели служения там, но, приехав в Россию, у них появилось сразу массовое служение. Я помню, переводила своего одного учителя, и он объяснял, что у нас две природы. И он сделал такой образный пример, что внутри, можно представить, что у нас две, это восточная, да, восточная какая-то притча была, две собаки, белая и черная, они постоянно борются. И какая же побеждает, какую больше кормишь. И значит, вот мы кормим поэтому белую собаку, но черная всегда там присутствует. Просто белую нужно, вы понимаете, да, это противоречит абсолютно искуплению. Уничтожено, нету, как будто мы никогда не грешили, не были грешными, в нас не было дыхания смерти, мы не шли в ад, мы не были осуждены, ни как стоять в присутствии Бога, как будто мы, как будто греха никогда не было, как будто, как Адам и Ева до грехопадения. Вот они не знали, что это грех, у них не было памяти о грехе, у них не было чувства вины за старые. Память иногда приводит, оживляет события, мы знаем, что мы прощены, но иногда оживляет события, за которые нам стыдно. Мы, Господи, прости, я же знаю, что ты простил уже. Но мы и так, Господи, ну как же я... Но представляете, что такое искупление? Вот у Адама и Ева у них не было памяти греховной истории, у них не было грехов, грешного сознания. Вот мы в таком состоянии сегодня, только мы помним. Правда? Но мы стоим точно как Адама и Ева. Новое, новое творение. Не старое очищенное, не старая монетка очищенная. Ну, воссоздал новое. Вот как он брал Адама и Ева, творил человека, и создавал новое творение, воссоздал родиться заново. Это потрясает, правда? Родиться заново, мы новое творение. Это сверхъестественное, это начало, вы представляете, начало христианской жизни. С какого чуда начинается наша жизнь христианская? Каким же образом мы можем дальше жить? Чего-то нету чудес совсем в жизни христианина. Да вообще образ жизни-то у нас чудодейственный должен быть. Мы не должны жить, как в Ветхом Завете, от чуда к чуду. Чудо, плоть, 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 чудо, плоть, 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 кризис в опиянии к Богу. Чудо. Это Ветхий Завет. Слова ладонные. До сих пор звучат. Она говорит, я каждое утро молюсь. Я не помню, когда последний раз я молилась за исцеление. Значит ли это, что дьявол не атакует ее? Атакует. Дает симптомы. Но когда ты выходишь в осознании, кто ты во Христе, ты не позволяешь и не надо пускать их дальше, чтобы молиться за исцеление потом. Вы понимаете, что дает свобода во Христе? Они не проходят до уровня болезни в твою жизнь. Иногда из-за невежества у нас происходит. Это мы искренне. Бог встречает нас там, где мы есть. Бог встречает нас. Вы не думаете, я ведь молюсь, встаю за исцеление. Слава Богу. Бог встречает нас там, где мы есть. И Он совершает чудеса. И Он ангела посылал и воду колебал, раз они верили в то, что первая двадцатка получает. Он это делает. Он милостив, Он велик, но Он всегда ведет нас к лучшему. Поэтому мы всегда должны проповедовать идеал. Потому что всегда есть лучшее. Не потому что старое плохо, а потому что новое всегда лучшее. И она сказала, я каждое утро молюсь, когда и говорю, Господь, я благодарю Тебя за божественное здоровье, которое у меня. Каждая клеточка моего тела склоняется перед истиной Слова Божьего, что ранами Иисуса я исцелена. Каждая клеточка моего организма. Это не исповедание пустое извне, когда ты себя убеждать пытаешься. Это исповедание, которое исходит из понимания, кто ты сейчас во Христе, как новое творение. Вот это исповедание. Поэтому приходят симптомы, но они приходят и как с гуся вода скатывают. Они не могут пускать корни свои, развиваться. Не позволяйте. Мы это делали по неведению, мы, может быть, делали ошибки, но с искренним Бог поступает искренне. Давайте сейчас встанем. Я хочу, у меня много чего еще говорить, да, пастор, давайте встанем, мы помолимся. Сегодня вечером будем молиться еще за исцеление. Я буду продолжать говорить. Я знаю, что Бог, когда проповедуется Христос, когда проповедуется Его победа на кресте, сбрасываются оковы, болезни и греха, вы свободны. Давайте молиться. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за новое творение, которое Ты воспроизвел в каждом из этих людей, за то, что такого рабства, греха, болезни и проклятия были разбиты две тысячи лет назад в аду, прямо на территории дьявола. Всякая немощь, нет неизлечимых болезней, нету смерти. Смерть не могла удержать Тебя. Ты взял в ключи смерти и ада, и держишь их в своих руках. Ты первый и последний, Ты дал нам власть, не просто освободил каждого из этих людей от старых привычек, от старых зависимостей, от неправильного мышления, от болезней. Ты дал каждому абсолютную власть над сатаной, над дьяволом, над грехом, над болезнями. Мы сбрасываем оковы всякого греха, всякого проклятия. Мы свободны, мы новое творение. В нас дышит Твоя жизнь, в наш Твоя новая природа. Мы отражаем Тебя. Мы новое творение. Старое все прошло. Мы праведность Божья во Христе Иисусе. Если Ты за нас, кто может быть против нас? Дьявол поражен. Он ходит вокруг нас, но в нас не имеет ничего. Не за что зацепиться. Нету тьмы. Нету греха. Нету греховной природы, смерти, которая позволяла ему действовать в наших телах, в наших семьях, в наших душах. Нету. Ничего в нас не находят. Мы свободны. Наши семьи принадлежат и посвящены Тебе. Твое слово говорит, что через верующую мать освящаются дети. Наши дети, семьи, которые еще не знают Тебя, но юридически Ты за них уже умер и пострадал, они в Твоем плане, они Твои, и мы верим, что есть тот день, когда они склонят свои колени пред крестом, пред престолом Твоим и скажут, Иисус мой Господь, и жизнью станет искупление. Что я верила в моем исцелении, стояла в вере годами, месяцами. Сегодня, Господь, я узнала, я уже свободна, я не должна терпеть. Это хватка-нехватка смерти. Иисусу я принадлежу. Искуплена, свободна, исцелена каждая клеточка моего организма, подчинена великой истине, исцелена ранами Иисуса Христа. Во мне природа жизни, во мне Божья природа, вечная жизнь действует во мне, вечная смерть уничтожена. Я стою сегодня перед тобой, я хожу по этой земле, я нахожусь в земле полной тьмы и проклятия, как Иисус когда-то находился в аду, стоял воскресший, рожденный свыше, с ключами, с властью, с победой, исцеленный, восстановленный сегодня я хожу. Исцеленная, спасенная, с достоинством Божьим, дочь Божья, сын Божий, свободный от всякой немощи и болезни. Дьявол в моей жизни побежден, дьявол под ногами в моей семье, дьявол под ногами в жизни моих детей, дьявол побежден, пораженец, Иисус победитель, Иисус живет во мне, Иисус мой Господь, я служу Ему, ничто никогда не отлучит меня от Твоей любви, никто не остановит меня от того, чтобы служить Тебе и нести весть благую. Во имя Иисуса Христа, аминь, аминь, аминь. У нас есть время мы вечером сегодня помолимся еще за миссионеров, которые несут эту миссию, потому что вы носители этой истины, которая освобождает людей от рабства алкоголизма, от рабства греха и тьмы. Вы носители, Бог заинтересован в том, чтобы здесь, на Крайнем Севере, народы были освобождены, чтобы они стали носителями вести по всей земле. Вы не представляете, насколько важная миссия, которую вы несете. Какая радость в сердце у Бога видеть вас, вашу церковь, принявшую искупление, дорожащую этим искуплением. Как много было предложено этих семян по нашей стране, в скольких городах Бог привел лучших людей в нашу жизнь, лучших. У вас была и есть и будет еще в 12-м году привилегия принимать Евангелие от лучших людей в этой, я говорю, от лучших, не потому, не в смысле важности, но это в Царстве Божьем лучшие люди. Это смиренные люди, носители истины, которая действительно освобождает величайшего откровения. И есть причина, почему именно в вас Бог избрал этот регион. Кто знает, откуда пойдет вот это движение чистого искупления, чистого Евангелия по нашей стране. Как Бог любит эти народы. Как и вы сказали ему да. Мы сегодня будем молиться и благословлять вас. Благослови вас Бог. До вечера. Слава Богу.